Для салата я буду использовать половину пекинской капусты. Она весит 230 граммов. Капусту нарезаю не крупно. Также в салат порежем вареные яйца. Я беру 3 штуки. Нарезаем как обычно для салата. Яйца отправляю в пекинской капусте. Также в салат будем добавлять один ароматный свежий огурчик. Этот огурец весит 230 граммов. Огурец, конечно же, порежем. В этот салат я нарезаю огурец короткой соломкой. И еще в салат добавим одну банку зеленого консервированного горошка. Также в салатик добавим свежую зелень. У меня зелень петрушки. А теперь в самый важный момент готовим вкуснейшую заправку для салата. Нам понадобится 50 миллилитров молока комнатной температуры. К молоку добавляю 100 миллилитров рафинированного растительного масла. И пробиваю блендером на самых высоких оборотах секунд 20. Эти продукты моментально густеют, превращаются вот в такой соус. Теперь к этим продуктам я добавлю третью часть чайной ложки соли. Третью часть чайной ложки сахара. Третью часть чайной ложки горчицы средней остроты. Одну столовую ложку 6% винного уксуса. Вместо него можно взять лимонный сок или натуральный яблочный уксус. Можно также использовать обычный столовый уксус 9%. Тогда его нужно взять немножечко меньше. Также в нашу ароматную заправку я добавлю щепотку сухого молотого чеснока. Или можно добавить измельченный небольшой зубочек свежего. Также добавим щепотку черного молотого перца. Или, как у меня, пару щепоток лимонного перца. И снова пробьем блендером на высоких оборотах еще несколько секунд. У нас получается вот такой густой соус-заправка по типу майонеза. Он прекрасно подойдет в другие виды салатов. Также вкусную заправку можно приготовить не на молоке, а на жидкости от гороха. У меня есть такой рецепт. И для тех, кому это интересно, я оставлю его под видео в рецепте. Там немножко другие пропорции. Заправляем салат получившимся соусом. Салат получается очень вкусный и интересный. И при всей кажущейся простоте он подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол. Если такой рецепт салата вас заинтересовал, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы сразу увидеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Или хотя бы оставьте смайлик в комментариях. Я желаю вам, чтобы каждый день приносил только радость. А мы, как всегда, увидимся в новом вкусном видео. Субтитры сделал DimaTorzok